Это было очищение, очищение от старых обид, очищение от старых людей, которые тебя, может, обидели, может, какие-то переживания, да. Но в любом случае, как гадалка, которая бы сидела здесь, сказала, это не избежать, это покарми, ты не избежишь это, вот иди уверенной дорожкой, такая, ножками по дорожке. Ну и третья карта, к чему тебя ведут, это карта лжеотомщения, то есть люди, которые тебя подставили, люди, которые тебя предали, люди, которые не оценили твою доброту, не оценили, ну красоту-то понятно, что оценили, не оценили твое человеческое отношение к этому человеку, да, то есть обман. Это вот карта обману, вот и тебе сделали больно, семерка, да, семерка мечей, вот как, своровали, забрали, ты вот, допустим, вкладывал с него, он утащил все у тебя. Ну, тоже как воровство получается, да, как свора. Вы добавляйте, что я тут все же только рассказывал. Вот как вы считаете, вот карта выпала, вас ведут к тому, кто вас обманул, он получит за это. Вот как вы поняли вообще вот эту карту? Потому что к нам идут, как будто, знаете, где у нас тут есть Дима, Дима есть, вот он, помните, он позавчера лет гадалком зашел на чат, а она ему говорит, о, черт пришел, из коробки вылез. И он, типа, я проглотил, промолчал. А вот здесь вот карта обмана, тут вас приведут к тому, что там он получит, этот человек, который вас обманул, который вас предал по полной. Вот тут промолчать не получится, то есть даже если вы промолчали, все равно возмездие, как говорится, будет. Есть ли у нас такие девочки, кто хочет возмездия? Все, вот Милиля пишет, все во втором чате, все получат по заслугам. Да, примерно вот так фраза звучит, все получат по заслугам. Вот эта вот карта. Ну, еще раз, именно все, ну, вот эта карта, именно те, кто вас предал. Есть ли у вас такие вообще люди? Дима Тельтигин. Ой, Виля прислал такие смайлики, объятия, вот так вот обнимается, она обнимается. Прям я это тепло почувствовал, очень почувствовал. Что там Бородихина? Скоро Новый год, 12 месяцев. Да, ну, Новый год, во-первых, не скоро, еще только октябрь, что ты гонишь лошадей, еще снег даже не выпал. А во-вторых, 12 месяцев. Я бы вам вообще рекомендовал бы хотя бы раз в декаду, раз в три месяца заказывать. 12 месяцев, это 12 месяцев. Я бы вам рекомендовал раз в три месяца. Вот там, еще раз, там не просто вот дохлынула беда, вот где у нас тут Лиля, все, надо срочно заказать. А вы концентрируйтесь. Вы знаете, вот в Европе, в Америке часто ходят к психологу, да? В России это как-то пока не принято, но уже где-то просыпается это все. Вот. А вы представьте, что вы сможете пообщаться с картами, с высшими силами, как себе построить там свою неделю, как построить свой месяц, как будущее там, ноябрь построить. Это вот тоже общение с картами, не с этими, а вот с другими, золотыми. Это тоже вот общение с ними. У нас в России это пока как-то не принято. Мы вот только знаем, он меня бросил, пауза или конец, вот примет в принципе у женщин такие вопросы. Но другие люди, они по-другому смотрят, они про бизнес спрашивают, они про продать недвижимость сегодня или подождать до другого дня. То есть, они вот выпрашивают, другие люди, предсказания у карт. Предсказания. Ну ничего, я вас там научу, как это в дальнейшем действовать. Делать надо, допустим. Допустим, если вы пришлете эти 10 вопросов, я их могу скорректировать, отправить вам. Вы их посмотрите, где-нибудь там вычеркните, что не так, не так ты понял. Потому что мужской мозг так думает, женский так. А женщина, которая влюблена, вообще думает вообще по-другому. А карты сверху смотрят, они видят все. Плюс и ясновидение, естественно, так вообще. Не то, что там на 6 месяцев. Они скажут, по ясновидению я скажу, где вы... Все запр... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok